Сколько тысяч человек приняли участие в праздничной демонстрации и митинге. И взрослые, и дети пришли на главную площадь станицы, чтобы поздравить ветеранов и высказать слова благодарности за победу. 9 мая демонстрации и митинги, концерты прошли даже в маленьких населенных пунктах. К сожалению, не все фронтовики смогли побывать на праздничном митинге. Тех, кому позволило здоровье, привезли сотрудники администрации. Ветераны с удовольствием встречаются. Они общаются и рассказывают о военной службе подрастающему поколению. Нас сразу в школу забрали на Урал, в Воронеже, потому что немец проходил. И нас забрали в Нижний Тагиль. И там я был до 1944 года. В 1944 году меня забрали в армию. И вот я на Дальний Восток. Василий Павлович Шишкин, военный фотограф, говорит, что больше воевал с фотоаппаратом. Хотя автомат всегда был за спиной. Вспоминает, в каких непростых условиях приходилось и снимать, и печатать военную хронику. Меня, когда тут закончили, на Украину поехали. Под белой церковью ранило. И 15 марта я... 15 марта, в 1944 году дома был у себя в Макачкале. Там родители. И в победу как-то... Мы же спать легли, сосед Володька стучит, война кончилась. О-о-о, тут... О-о-о, а мать... Слава Богу, теперь люди с войны придут домой. Начал я воевать и с Малой земли, нашей, Краснодарской. А встретил победу в Праге. Митинг в честь Дня Победы открыл глава Вознесенского сельского поселения Владимир Коробкин. С праздником ветеранов Великой Отечественной поздравил 8-летний Дима Жанаев. Он посвятил им свои стихи. У маленького Вознесенского поэта есть уже свои первые книжки. Блестят на груди ордена и медали, Бывалых солдат и подруг боевых. Вышли до конца и жизнь отдавали, За мир на земле, за ребят фронтовых. После митинга станичники возложили цветы к обелиску и вечному огню. Сегодня по церковному день памяти. Умерших всех поминали мы в церкви. Всех станичников живых, которые остались в живых и помнят войну. Поздравляем с Днем Победы. Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни. А мы дети войны. Поздравляем всех ветеранов с большой датой очередной Дня Победы. Желаю всем здоровья ветеранам, всем жителям не только Станицы Вознесенской, но и Лобинского района. Мы готовились очень сильно к этому празднику, потому что это большая честь для нас. Мы здесь живем благодаря нашим ветеранам и кто воевал в Великой Отечественной войне. Очень хотела поздравить всех, кто остался жив после этой трудной Великой Отечественной войны. Их жен, которые ждали их в годы Великой Отечественной войны, дождались, которые были с ними все эти долгие годы. Они очень старые, они очень больные. Жалко на них смотреть, жалко, что уходят годы. Я их от души поздравляю. Всех военных бывших, их жен, вдов, детей с этим большим праздником Победы. Мы не только на 9 мая, мы в течение года, у нас их осталось 22 человека. Здесь живущие, прописанные. Значит, у нас хорошо работает совет ветеранов, председатель совета ветеранов, Голоконина, значит, постоянно, постоянно их ездим, поздравляем со всеми их юбилеями, наведываемся, спрашиваем, какие заботы, докторов, если надо докторов, значит, вызываем, проезжаем. Весь год они у нас под контролем. Значит, к этому 9 мая, значит, объехали мы их всех перед этим, поздравили. Вчера собрали огонек, пригласили ветеранов, короче, мы их всех свезли. Ходите, они уже сами, вы видите, что. И тружеников тыла. Поздравили их, подарили подарки, значит, сделали концерт, дети выступили перед ними тоже, но им понравилось. В этот же день в Вознесенском сельском поселении состоялся спортивный праздник в честь 67-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт, в котором все номера посвятили войне и победе в мае 45-го года. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».